Вот мой фонарик акуловский. Дроссель 50 микрогенрей. Тут конденсатор подстроил, чтоб ниже частота была. Подобрал. Пробовал и на выше частоты, и на 500 кГц. И тут теперь самая низкая скважинность сделал, чтоб нужно было регулировать. Ну этот, тут 3 Ом стоит вместе 2,2. Тут 3,3 Ома. Поставил. Тут идиот NBR1645, который вот этот. А вот этот под плюс идиот, вот этот. СБ 560. Он 60 вольт, 5 ампер. Шоткий. И этот такой самый СБ. Тут параллельно вот конденсатор 100 пФ и резистор 300 кОм. Тут 470, думаю это не так важно. Подобрал такой более приближенный номинал. Вообще-то, думаю, просто защита, можно не ставить ее вообще. Немножко не по этой схеме собрано. Он больше похоже на эту схему. Вот тут у меня резисторы. Шотки на 20 вольт. То есть он намного лучше будет работать. Он и быстрее, и напряжение, и падение у него меньше. Тут не помню, как я, не знаю. Это я давно уже делал. Тут у меня 1 кОм и еще 500 кОм. То есть 500 Ом еще в параллель. Тут у меня 50 Ом. Этого я убрал. Он тут не нужен. Тут конденсатор тоже стоит. У меня вот тут сразу. Тут и тут. Ну еще и тут. То есть тут и тут. Два стоят. Лучше было тут 1 Ом поставил. Он тут не нужен без него. Тоже все работает. Тут стабилитрона у меня нет. Он тоже не нужен. Я когда делаю, они никогда у меня ничего не спасают. Я сколько заметил, что он стоит, что не стоит. Никакого толку от него нет. Поэтому я их перестал вставить. Ну тут эта вот ножка, это конечно на земле. Ну тут многое, что переделано. Тут частота добавлена, регулируется. Тут много этой всей ерунды наделано, которая лишняя вот на этой схеме. Но экрана я не ставил. Потому что, насколько я видел, у Кулабического, у Лобухова нет этого экрана. Там вообще экран тут по идее он как бы ничего не должен менять. вот поэтому. Тут правильно, что его не ставят. Тут вроде бы помню, что Кула говорил, что это по схеме Мельниченко. Этот фонарик. Ну в схеме Мельниченко так можно попроще тут упростить. Просто сделать зазор и как бы снимать одну АДС на один конденсатор, а вторую АДС снимать на другой конденсатор. Это развязать. Там на резистор повесите. И мерить тут ток, и тут съем, и тут съем. Замерить сколько на выходе и сколько на входе. И все. Если на выходе больше, чем на входе, то потом уже там придумать, как это все в самозапитку сделать. Уже не составить уж такого большого труда. а главное, чтобы получить точно больше, чем на выходе, чем на входе. Вот этот дроссель, как говорил, 50 микро Генри. Тут один он тоже стоит. Этот конденсатор на 35 Вольт, этот на 50 Вольт, потому что тут как бы я думал, что тут выше выбросы как бы будут. Но на самом деле, тут если вот эта обмотка стоит, то тоже не поднимается напряжение высоко. Она немножко выше поднимается из-за того, что этот резистор стоит, он заряжается конденсатором. Немножко выше заряжается. А тут у меня на 73 Вольт конденсатор. Тут как-то странно, тут потребление большое как-то все не сходится. У меня, например, если понизить частоту, то может там 1 Ампер больше и больше быть. Если скважинность 50%, где-то диоды я даже и не ставлю. И вообще они хотя бы самозапит получат. Такое питание отключается, сразу пропадает, быстро гаснет. Сама телка потребляет где-то 30-40 мА в зависимости от управления, в зависимости от частоты и от скважинности. 20-40 где-то. Вот этот светодиод, он уже как индикация, что идет какая-то полезная нагрузка. Вот обратная связь, конечно, не будет работать. Так как тут ножка 16 на минусе, и тут она никогда не будет выше напряжения, чем на этой ножке. А тут 5 Вольт. Поэтому, то есть тут 0,2 Вольта где-то. Можно эту обратную связь убирать. Вот какой я трансформатор-сердечник пробовал. Советский от телевизора Товрос вроде был. Литовского телевизора. Вот на трансформатор сам русский. ТПИ 4.720, основной на 4ТУ какой-то. Вот я когда его отклеивал, так и отклеилась бумажка, на нем которая была поэтому. У меня его тут как разбирал, тут нечаянно его поломал. Потом с моментом склеил, но момент не держит как-то. он тут у меня слабо держится. вот у него есть зазор. 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 Вот тут вот склееного. Кривовато. Лучше было бы суперклеем склеить. вот этот момент. Может нужно было больше подождать. Я там склеил, потом он там болтался. я сразу же скрутил от нетерпения. Вот собрал. тут вот где-то первичка намотана там толстым проводом. где-то 20 витков я там считал или 22, а вторичка где-то 70 с чем-то кажется витков. Вот это вторичка. А первичка там под низом она была оригинальная обмотка. в два провода я, чтобы не портить ее, я ее и оставил. Просто посчитал витки сколько-то. Поэтому тут выше индуктивность должна быть, чем у обычных. так как больше витков, чем если на схеме. Вот. Я посмотрел и разобрал вот еще другие трансформаторы. У всех у них, этот монитор тоже наверное где-то, у всех у них есть зазоры. И этот они тоже как разбирал тут расклеились. Я тут варил их в воде, чтобы они разобрались. Он же вот один пробовал с паяльником разобрать. Вот тут он весь покрошился, пока я его разбирал. От крошки до ножки остались от него. Не знаю даже, или стоит его пробовать склеить с носа. И еще там сердечник вот внутри так и не вытащен. Не удалось его мне вытащить, просто отломалось. Все-все. Может даже и не удастся. Я понял, что вроде бы все серьезные трансформаторы, они имеют зазор обязательный, чтобы не войти в насыщение, потому что они когда имеют зазор, они никогда не могут войти в насыщение. Когда они имеют зазор, они тогда могут войти в насыщение, и тогда начнет резко расти ток очень сильно, и тогда может сгореть обмотка или транзисторы. Поэтому, чтобы избежать их входа в насыщение, делают зазор. Поэтому, наверное, и у Руслана, и у Романа зазор везде там делают зазор. Хотя, какой-то там видео есть гамбит какой-то вроде бы, какой-то там казахстан повторил там или кто-то там. Там вроде бы на колечке сделано без зазора, что может как раз зазор не нужен. Вот я его теперь этот уже склеил суперклеем, хотя он токсичный и суперклеен. Не знаю, или это мне повредит или нет. Немножко надышался плюс руки. Вот такие вклею пальцы. Так что, если тут есть зазор, так это получается уже как бы Мельниченко. Вот, само собой, просто тут мотается одна вмотка, тут вторая. На картинке тоже так и показано. И помню, когда на форуме было, акула Роман писал, что это прототип Мельниченко или что-то такое. Потом уже на рилстранник.ру. Потом он там вроде бы уже, его нет этих сообщений, его профиля нет. Наверное, он весь профиль удалил свой. Вот тут разных дедов купил. Этих шотки. Вот тут сматывать эти обмотки вот. Чтоб сердечник взять, если делать на новом сердечнике. Вроде бы и склеилось все хорошо, мне нужно было тогда просто больше подождать. Актом-1 объясняет, что не нужно делать толстые провода. Я пробовал снимать обратную АДС. Ай, вот еще что-то хотел. Вот, только минус сразу шел на минус. Один плюс, но со вторичной обладки этот диод был отсоединивший. Тогда потребление было 20 мА и узкими импульсами подавал узкие. В каждом полевом транзисторе стоит диод. Вроде бы даже шотки. Хотя я мерил как бы их стоки-стоки. Там как бы не видно, что там шотки похожи на обычный диод. Судя по поддельным напряжениям. Шотки намного меньше. Может какой высоководный. Просто для быстроты чтобы было не было. поддельным напряжениям. Вот как бы тут получается. Идет тут плюс. Тут насыщает катушку. Тут пока упирается в диод не может пройти. Потом идет обратная ДС. Быстренько заряжает этот конденсатор. Этот складывается с плюсом. Тут на минус понятно. И потом идет это уже обратная ДС. Тут желательно в этой точке дроссель еще поставить. Тогда потребление уменьшится. Хотя, видите, если Муслан повторил так он не ставит. Он видимо все по схеме сделал. Поэтому мне не понятно. Но я пробовал тут вот подставить дроссель. Тогда действительно уменьшается. Но нужно импульсно подавать либо пачками. Иначе не будет работать. Вроде бы. Так вот. Потом идет обратная ДС отсюда. Тут плюс идет. А тут идет минус. Минус идет через этот диод. Потом, казалось бы, он должен тут как-то в этот конденсатор пройти. Сложиться с напряжением и в минус пойти. Но же тут есть встроенный диод в транзисторе. И он просто, по идее, скорее, наверное, пойдет вот тут. Вот через этот диод пойдет в минус. Пойдет тут в плюс, а тут в минус. Как бы заряжет этот конденсатор. Ну а тут тоже должен пойти вот эту катушку. Как-то эти катушки бодаются. Непонятно. Как они должны работать. Если вот делать вот как тут по схеме, тогда просто потребление большое. лучше вот тогда вот этот идет, вот этот конец прямо на минус посадить. Вот тогда лучше. Этот идет совсем убрать. Этот конденсатор. Вот тогда чисто обратный адрес будет сниматься вот с этой катушки. А так потребление большое я толку никакого. Не знаю, как там само запит у кого-то получается. Это вообще очень. Странное какое-то. Так же не работает. Или у меня какие-то шутки диоды не те слишком что-то не то. Или они подгорели, подгорают. и потом неправильно работают. Потому что вот, когда тут появляется плюс, а тут появляется минус, тогда тут появляется плюс, а тут минус, а тут минус плюс. Они как бы друг в друга входят и как бы начинают короткое замыкание получает. Поэтому вот тут и должен быть дроссель, чтобы затормозить, чтобы этот как бы в дроссель шел и пока он затормозился и не в дросселе. Весь сперва в конденсатор шел, потому что конденсатора сопротивления меньше, чем дроссель. Он в конденсатор основная часть тогда входит. Потом, когда отключается все, тогда уже из конденсатора идет медленно, потом через дроссель, через эту катушку и на плюс. Вот пойдет и минус как бы этот разряде. Может как раз тут нужны не шелки диоды, а какие-то медленные, чтобы они как бы затормозили. Торможение некоторые сделали. Продолжение следует... Продолжение следует...